Серия Resident Evil в последнее время находится в довольно хорошем состоянии. Достигнув своего возможного творческого пика, все части были по-своему захватывающими и запоминающимися, а Resident Evil 7 2017 года стала долгожданным возвращением к корням ужасов серии. С тех пор Capcom выпустила феноменально хороший ремейк Resident Evil 2. Ну а я сегодня расскажу про долгожданный виллэдж. Всем приятного просмотра, ну а я буду начинать. Resident Evil 8 это прямое продолжение седьмой части, с той же перспективы от первого лица и мягким главным героем Эйтаном Уинтерсом. Но в то время как от седьмой части кровь застывала в жилах от страха и ужасов, которые происходили в игре, виллэдж больше похожа на триллеры с элементами ужаса. Правда, если семерка явно вдохновлялась первой частью, что видно и по возвращению к атмосфере постоянного ужаса в самом начале и по исследованию одной локации, то виллэдж явно отдает должное культовой Resident 4. По сюжету Эйтан и его жена Мия переехали в Европу и растят своего ребенка. Но дела быстро набирают обороты с мешательством Криса Рэдфилда, когда он и его солдаты врываются в дом Уинтерсов, похищая Эйтана и его любимую дочь. После чего главный герой оказывается один на просторах безымянного восточноевропейского пригорода. Теперь главной задачей Эйтана становится спасение Розы из лап местной общины монстров. На каждом шагу встречаются оборотни на разных стадиях перевоплощения, умеющие мастерски прятаться и атаковать самый неожиданный момент. В Resident Evil Village Эйтану предстоит сразиться с большим разнообразием чудовищ. В этот раз разработчики решили себя не ограничивать и позволили фантазии разгуляться. Разумеется, одним из них будет успевшая стать знаменитая Леди Димитреску, которая гоняется за Итаном, сгибаясь пополам, чтобы протиснуться в дверной проем. Кстати, по поводу Леди Димитреску. Сколько же шума наделала эта статная женщина на просторах интернета за последние месяцы? Косплей, фан-арты, тонны упоминаний в социальных сетях. Все это только раздувало интерес публики к высокой вампирше, живущей со своими дочерьми в древнем замке. И вот насколько велик был поисковой запрос на Димитреску, настолько в итоге ее и немного в игре. Фактически, если вы поиграли в демоверсии и видели трейлер с футажами замка, вы знакомы с половиной контента, связанного с Димитреску и ее логовом. По понятным причинам Capcom оставила за кадром босс-файт и некоторые части замка и загадки. Этот контент не буду раскрывать и я, чтобы не лишать вас ярких эмоций от кат-сцен и битвы с любимицей интернета. Геймплей на Resident Evil Village осталось точно такой же, как была семерка, но стала заметно более масштабной. Да и ситуациями разработчики теперь жонглируют еще ловчее. Игровые моменты меняются постоянно. Едва геймеру надоедает обшаривать углы в поисках активируемых предметов, как начинается бодренький экшен. После напряженного эпизода непременно возобновится методичное исследование. Или игроку подкинуть какую-нибудь несложную головоломку. С исследованием мира здесь вообще дела обстоят крайне интересно. Итан будет посещать несколько крупных локаций, вход в которые открывается из деревни. Мне очень понравился замок Димитреску. Это классический Resident Evil, где игра строится в знакомом ритме запертых дверей, легких головоломок и постепенного продвижения по мере раскрытия большей части карты. Этот цикл доставляет удовольствие, как никогда. Но в отличии от Resident Evil 7, здесь мало пугающих элементов из-за частых стычек с монстрами, и разными последователями. Если говорить про схватки с нечистью и стычки с боссами, то это одно из наиболее заметных улучшений по сравнению с предыдущей версией. Большинство боев в Resident Evil 7 были разочаровывающими и неудовлетворительными. Но Capcom использовала зрелищность с большим эффектом для крупнейших сражений Village. Это не обязательно титанические задачи или сложные головоломки, но они по крайней мере запоминаются, и это хорошо. В игре достаточно разнообразного огнестрела для борьбы со всеми видами нечисти. Например, пистолеты подходят для точной стрельбы в голову или по конечностям монстров. Если вы попадаете в руку врага с оружием, то он его выронит, а если в ногу, то замедлит движение. Дробовики хорошо используют для атаки на близких расстояниях и против воздушных целей, а снайперские винтовки и против далеких. Как и положено сиквелу, Village получила ряд улучшений и доработок по сравнению с прошлой частью. Одно из важнейших преобразований касается инвентаря. Он стал гораздо удобнее и практичнее по сравнению с тем, что был в седьмой части. Сюжетные предметы и ингредиенты для крафта больше не занимают драгоценное место рядом с патронами и оружием. Для них появились отдельные пункты в меню инвентаря. Крафт теперь однокнопочный и не требует совмещать разные ингредиенты руками. Ушли в прошлое, возможно, на какое-то время порошки из разноцветных трав. Теперь при недомогании Итан лечится одним зельем, которое можно лить на себя. Также учтивый торговец-герцог за скромную плату продаст вам чемодан побольше. Господин в теле также не прочь что-нибудь купить у Итана, а на выращенные деньги у него можно прокачать арсенал, купить рецепты для крафта вместе с обвесами для пушек и даже приготовить какое-нибудь вкусное блюдо. А вот что по-настоящему приятно удивляет, так это графика. Заметно лучше в визуале стало вообще все, начиная от окружения и эффектов, заканчивая арт-дирекшеном. Модели анимации NPC поначалу даже приводят в восторг. На игровом движке в реальном времени рендерятся абсолютно живые персонажи с активной мимикой, они оживленно жестикулируют и бросают на игрока совершенно человечные взгляды. Короче говоря, от графики в восторге будут все. Как итог, Resident Evil Village достойна вашего внимания. Она отлично щекочет нервы в специально срежиссированные моменты, развлекает клевыми битвами с боссами и бестиарием монстров, а также предлагает простор для исследования таинственной деревни, таящей в себе массу секретов. Ну а на этом у меня все, друзья. Вам спасибо за внимание и прожитый палец вверх. Не забывайте подписываться на наш канал, а также бить в колокол, чтобы ничего не пропустить. Под видео вы найдете ссылку на инстаграм, а также телеграм-канал Иглафи Геймс. Увидимся позже, а пока любим, целуем и обнимаем.